И снова Крым привлек иностранную делегацию. Накануне пятилетнего юбилея референдумов в республику приехали французские политики. Региональные власти вместе с представителями Госдумы встретили их сегодня утром в аэропорту Симферополь. Мы принимаем друзей, которые не побоялись рисковать своим должностным положением, своей политической и профессиональной карьерой, приехали первыми в российский Крым. И благодаря им мир узнал, что в Крыму отнюдь не порабощенное и угнетенное население, которое хочет домой в Украину, а Крым ликует, вернувшись домой. Уже ближе к вечеру гости из Франции поучаствовали во встрече с председателем Крымского парламента Владимиром Константиновым. Представители Европы и республики обсудили современные проблемы и успехи, которые стали реальностью только благодаря многочисленным проектам ФЦП и солидной финансовой поддержке Кремля. Объекты водоснабжения, электрификации, газоснабжения, дороги, все это очистные сооружения, все это получило колоссальные объемы финансирования. Я не хочу тратить это время, перечисляя сотни этих объектов, которые сейчас находятся в Розу. Впрочем, проблем тоже много. Все еще сохраняются сложности в инфраструктуре, социальных сферах, политике и, конечно, бизнесе. Особенно международном. Главным препятствием в этом направлении остаются санкции. Примечательно, что мешают они не только Крыму, но и странам Европы, признался французский политик Тьери Мариани. Мы видим накаливание ситуации с санкциями со стороны Евросоюза и США в отношении России. Такая политика продолжается и вводятся дополнительные глупые меры. Они не дают развиваться международному сотрудничеству и дружбе. Французы приехали, чтобы выразить поддержку жителям республики, ведь они представляют, как тяжело жить за железным занавесом. Делегация намерена внимательно изучить все проблемы и успехи Крыма, чтобы рассказать правду в Европе. Никита Егоров, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.